Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. В Луганской области подготовили к продаже около 30 тысяч елок по цене от 60 гривен. Сотрудники СБУ обнаружили тайники с оружием Широкина и Старобельска. Из тайников оперативники спецслужбы изъяли 7 реактивных противотанковых гранат, 2 противопехотные мины, 6 гранат, подствольный гранатомет с тремя выстрелами и более 2000 патронов различного калибра. В трех городах Луганской области, рубежном Сватово и Старобельске, действует группа мошенников, представляющихся сотрудниками банка. В рубежонский отдел полиции обратилась женщина по поводу неизвестного мужчины, который представился начальником службы безопасности одного из банков под предлогом разблокирования банковской карты, завладевшей ее деньгами, которые находились на банковском счету. Подобные преступления зафиксированы также в Сватово и Старобельске. Правоохранители напоминают, что секретные данные по банковским картам нельзя сообщать третьим лицам, даже если они представляются работниками банка. 9 медалей привезли луганские пловцы с чемпионата Украины среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает в Управлении молодежи и спорта Луганской обл. госадминистрации. Чемпионат области по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения, умственного и физического развития состоялся в Днепропетровской области. По результатам соревнований спортсменам удалось завоевать 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. На соревнованиях в Луганскую область представили спортсмены Луганского регионального центра Инваспорт. Юные пловцы Анна Мироненко, Константин Лапин и Владислав Кулешин. В Луганской области начинается реализация новогодних рождественских елок. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации. В этом году подготовлено около 30 тысяч единиц елок. Цены останутся доступными для населения и в зависимости от размера и качества составят от 60 гривен за одну елку. Вместе с тем огромное внимание уделяется охране хвойных насаждений от незаконных рубок. Работниками Государственной лесной охраны совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной экологической инспекции Украины в Луганской области проводится патрулирование для исключения незаконной вырубки, а в некоторых хозяйствах области организовано круглосуточное наблюдение через веб-камеры в режиме онлайн. Это были все новости на данную минуту, а мы продолжаем следить за событиями региона. Следимся ровно в 15.00 на радио 49-я параллель. Субтитры создавал DimaTorzok